здравствуйте друзья вопрос михаил как относиться к духу соперничества ведь всегда так происходит я уверен и и у вас были соперники это по природе как поступить как выиграть эту битву с конкурентом благодарю за ответ ну давайте поболтаем а что бы я сказал тут много много аспектов ну вот первый аспект может быть культурно-географический я могу сказать что вот эта борьба так сказать с соперником с конкурентом в соединенных штатах совершенно другое как бы понимание этого чем например вот когда мы жили там в ссср там как-то в целом среда агрессивная была и там серия приходилось что-то доказывать отстаивать бороться там было очень много людей которые например все время спорили вот чего он не слышит он обязательно должен доказать что он прав вот этот доминирование такое это он должен доминировать и он всегда прав и даже если он знает что он не прав он все равно будет доказывать что он прав хотя знает что в общем не прав и такие болезненные формы принимают и я думаю что изначально изначально это идет от нашей так сказать физиологической природы посмотрите вот петушиные бои вот один петух и другой петух их раз 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 и они дерутся там и курицы да нет из-за чего дерутся петухи в отсутствие курицы они дерутся потому что у них природа такая драться увидел другого петуха и пошел драться вот хотя в природе понятно он дерется так сказать за право продолжение рода у него там есть сколько-то курочек он их там защищает опекает значит топчет там и так далее поэтому в природе такое есть и основано это на том что выживает не каждый выживает сильнейший вы значит кого-то сожрут кого-то не сожрут значит тот кто сильнее имеет больше прав на продолжение рода и так далее то есть как бы это все очень понятные вещи и мы как носители физиологического не чужды вот этому всему но как люди как бы сказать социальные мы имеем еще один аспект да все таки мы в обществе живем и в этом обществе дальше уже зависимости от общества могут быть законы такие же как в мире животных а могут быть какие-то еще но в принципе есть ситуация когда на всех не хватает и там начинается какая-то конкуренция борьба соперничество а есть ситуация когда вроде и хватает всего а кроме мозгов например да и вот она это конкуренция идет непонятно с кем непонятно за что и так далее я часто вижу вот эту конкуренцию происходящую от некомпетентность от непонимания того что ты делаешь вот все тебе конкуренты ваш кто вот все тебе конкуренты вот давайте или например я часто вижу там вот там думаю какой бизнес начать могут вот такой вот нет это уже есть давайте он хочет такой бизнес где вообще конкурентов нет в обществах где конкуренции такой скажем коммерческой бизнес конкуренции никогда не было там такие криминальные методы разбирательства с конкурентами значит но либо есть паханы которые разводят значит ты будешь на этом углу ту на этом вот либо там могут взорвать чего-нибудь могут и вовсе убить там и так далее то есть там такие методы вне вне конкуренции то есть конкуренция состоит то чтобы уйти от конкуренции западный мир в этом смысле такой он как бы привычный конкуренции и она немножко под задоривает народ то есть люди которые увидим что есть конкуренты они так о и начинают чуть придумывать как быть лучше как в условиях конкуренции там скажем соответствовать более тонко и так далее то есть как бы таких цивилизованных формах проходит прописывая про бизнес конкуренцию но еще один аспект этого всего состоит в том что мы не пришли в эту жизнь для того чтобы с кем-то конкурировать правда то есть не в этом не в этом же смысл существования человеком некоторые люди так сильно увлекаются вот этими понтами растопыренностью понимаете что у них вся жизнь вот в это уходит чтобы доказать там другим может быть даже себе я не знаю что они такие крутые пацаны что там я не знаю а ради чего твоя крутизна что что там за этим что понимаете и не знаю а дальше вся жизнь пустышка ничего не осталось вот жил человек и ничего не осталось потому что он у него приоритеты были такие кому-то чего-то доказать кому доказать чего доказать почему тебя вообще эти люди интересуют смысл жизни не в том чтобы прийти кому-то что-то доказать которым вообще на тебя начать по-любому ну давай мы сейчас что-то докажем вот поэтому если у человека есть смысл какой-то в его существовании а смысл это надо искать не не то чтобы он тебе обязательно дан от рождения есть люди которые от рождения вот он допустим там с детства играет на скрипке я не знаю там с трех лет и другой жизни не знают и ему это нравится он сам выражается и так далее мы знаем такие истории вот и вот у него как бы с детства было а у другого не было но он искал поэтому если он не искал если он вместо этого значит с другими такими же ну на своем уровне на своем уровне пихался толкался чего-то доказывал там растопыривался и понятился хорошо вот вот это его жизнь такая то есть он отклонился от намеченного кем-то курса и прожил вот эту жизнь почему нет вот поэтому вопрос то был что это про меня там что-то были ли у меня соперники ну если вы спросите наверно были там я как-то не прочувствовал если мы про бизнес говорим про школу почти всегда кто-то был но вот скажем первый год я это делал и и никого не было мы были первыми через год там их много возникло и вот эти которых много возникло они все время то исчезали то снова появлялись то опять куда-то и так далее и они все наверное не все но многие там я часто слышу знаете в сознании там человека потом а вы там вот эти битта а вы знаете вот там таких бегает кто это битвы такие же как вы я думаю надо же такие как мы я и не слышал вот поэтому наверное есть люди может быть им это самое там для понтов там или еще для чего-то или может чисто коммерчески потому хочется показать что они такие или и таки я не видел честно вот я никогда не видел такой конкуренции или соперничество к сожалению к сожалению потому что если бы это присутствовало то это держало бы нас в какой-то более серьезной форме понимаете вот если человек например я не знаю живет там дома и ему приносит еду приносит воду там урл утку я извиняюсь приносит и вот он лежит на печи ему ничего же больше не надо вот он лежит на печи покушал значит там попил в утку там сходил и вроде как и все вот так как какое-то время он так поживет и у него атрофируется способность сходить самому за водой за едой там заработать до сортир дайте и так далее поэтому я-то как раз хотел всегда чтобы была такая нормальная конкуренция за качество чтобы это качество росло это чтобы с кем-то соревноваться вот вот в этом в этом плане вот к сожалению сейчас спокойно но к сожалению когда мы начинали это все и вот когда пошла такая массовость вот я столкнулся совершенно другой я даже не знаю конкуренции это или соперничество такое начиная от полу уголовного и кончая уж не знаю даже как назвать вот когда от твоего имени там студентов набирают или там ходят и ну как-то гадости распространяют вот сейчас вот у нас конкуренция такая что человек проплачивает там негативные всякие значит там действия против нас вот это у них это конкуренция там там по-другому не понимают я помню с одним человеком разговаривал только-только приехал из питера вот только-только и что-то мы с ним про youtube начали и он говорит так это же сейчас вот там есть сервис такой сервис такой счастье подписчиков накрутит клики накрутит это все накрутит я буду помилуй я говорю зачем же так то вот может быть бывает же люди просто ходят вот так удивительно удивленно смотрят на меня он говорит ну сколько я знаю народу у кого там трафик посетители и так далее одно но все накручено он очень удивился что я как бы не понимаю таких вещей просто вот тут вот такая конкуренция поэтому я не знаю может быть я уже постарше стал и как-то я пытаюсь смысл найти в чем-то конечно конкуренция вот соперничество в спорте хорошо да то есть он должен там занять первое место а вот харлапиев анатолий аркадьевич создатель борьбы самбо я у него когда секции занимался он однажды сказал такую вещь он говорит что чемпионом быть это не то же самое что стоять на второй там ступеньки или на третьей на пьедестале то есть он как разница между чемпионом и не чемпионом где там это небо и земля вот тебе соперничество хотя хочет быть чемпионом он для этого должен что-то делать но мы знаем как вот в советском спорте я не можете сейчас так там были проплаченные поединки там допустим да там кому-то оплачивали чтоб он лег там под кого-то вот и проплаченные футбольные матчи наркотики допинги вся эта дрянь значит вот они так конкуренцию понимаете в наше время например было очень принято я когда в таком юном спорте там был в боксе в самбо там было принято знаете так ребятишек постарше поставить в команду помладше вы должны быть там до 14 лет а там 16 лет не играют а цель оправдывала средства какая цель медальку получить прославить учебное заведение или там тренера там или еще что-то вот такое у них соперничество как бы сказать посмотрите на соперничество да не там кто будет проводить олимпийские игры коррумпированные чиновники за взятки принимают решение вот соперничество то есть желание уйти от конкуренции уйти от соперничества уйти от этого всего коррупция поэтому я я за хорошее соперничество такое не не скотское вот такое не уголовное не как сказать бога противная так назовем вот за человеческое поэтому я считаю что соперничество конкуренция делают человека сильнее если ему не с кем конкурировать он он чахнет это очень важно вот так что да слабый норовит уйти от соперничества и какую-то подляночку сделать или как-то так слева справа но он не может соперничать эти вот это очень много бед на земле да ну ладно что теперь поговорили о соперничестве так где же мне встать то тут что-то можно встать но солнышко светит может в тенечек где-нибудь да каждый раз когда вы втягиваетесь какое-нибудь соперничество спросите себя может я дебил может я чужую волю какую-то исполняю может у меня цели никакой нет кроме вот этих самых гормонов там играющих там и так далее спросите это хороший вопрос на самом деле и может быть вы не станете вступать соперничество может быть искать а ради чего я вам скажу что в большинстве случаев вот так вот мы по жизни соперничаем завидуем обижаемся там еще что то нам не додали внимание вот детишки дети дам там скажем у одних родителей дети они уже соперничают за внимание родители зачастую вот и но это как бы понятно это на инстинктивном уровне происходит но когда уже люди постарше когда уже сознание есть или скажем ожидается что есть эти то зачем поэтому я думаю что очень важно очень важно в жизни не позволять себе и не позволять другим втянуть вас какое-то ненужное соперничество иногда очень хорошо соревноваться с самим собой вот ты пришел в какую-то точку говоришь себя а еще больше а еще выше вообще самое правильно с собой соревноваться другое дело что иногда такое здоровое соперничество когда еще люди есть позволяет вам больше побед над собой одержать вот так то есть соперничество с другими людьми давайте сформулируем так соперничество с другими людьми хорошо ровно настолько насколько оно позволяет вам над собой новые победы совершать из и самому вот выше выше подниматься относительно себя совершенно не обязательно иметь задатки там чемпиона мира это неважно но если вы решили этим заниматься значит вы должны совершенствовать вот совершенствуйтесь вот я сегодня лучше чем вчера лучше чем месяц назад год назад это далее значит вы молодец вот вот это и любое соперничество с посторонними которое позволяет вам в этом процессе двигаться и быть лучше чем вы были вчера позавчера там и так далее вот Я считаю, что здоровое, хорошее соперничество Которое нам нужно А все остальное не нужно Счастливо